всем доброе утро из прованса вы на канале жизнь сибирячки во франции у нас сегодня передали очень хорошую погоду на все выходные будет снова до 18 градусов всем привет всем привет я уже накормила мужчин сейчас готовлю себе завтрак но завтрак у меня как всегда сегодня решила сделать бутербродики на лаваше я вот так разрезаю лаваш и потом в тостер этот лаваш из рисовой и кукурузной муки спрашивали глютен ем да глютен уже ем но стараюсь чередовать чтобы немного было глютена и у меня здесь яйца мой любимый творог от габари и вот такая сегодня прям королевский завтрак не знаю как ее назвать неправильная икра хотя это и у нас икра вот называется это икра из рыбки она недорогая недорогая по составу нормально вот как она выглядит александру очень нравится кстати много белка ну с нашей икрой конечно не сравнить интересно а у вас сейчас икра по какой цене дорогая или недорогая но я не про черную спрашиваю а про красную игру вы можете написать в комментариях и черную сколько стоит черная и красная икра во франции я пока не видела к новому году может быть выставят на полках и настоящую игру потом вам поснимаю творожок сейчас добавлю корицы кстати вам хотела рассказать многие французы не любят корицу вот у нас в семье мне уже вчера приходили приходила племянница сестру александра и я делала пирог они сразу почувствовали корицу пирог вкусный яблочная шарлотка а корицу не любят так вот уже не много много французов встретила которые не любят корицу про витамин d сейчас все покажу и расскажу и норму покажу и все 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 покажу давайте сразу же покажу витамин d одна подписчица мне написала лен покажи витамин d который принимает владислав я еще сделаю отдельную вырезку для канала худеем по-французски селена франц чтобы там в плейлисте мои добавки остались и вы можете смотрите вообще есть плейлисты так мои витамины и там вот все что я показываю я заношу в этот плейлист вы можете зайти и посмотреть там за пять лет все что я принимала принимаю и уже не принимаю но представляете сколько там видео нужно же тут принимать только то что нужно вот витамин d с цинком для иммунитета покупаю в биомагазине и подросткам замечательно потому что подростки у нас сейчас возле компьютера и у многих во франции витамина d не хватает вот так одна капсула в день с большим стаканом воды водислав принимает одну капсулу вот покажем все ингредиенты которые входят в состав поэтому он совершенно недорогой эта марка вообще недорогая это не реклама я ее покупаю биомагазине эту марку и она наверное самая недорогая но мне ее посоветовала продавщица который я очень хорошо знаю уже много-много лет и она говорит возьми даже не она сама ее сын говорит вот этот очень не дорогой но замечательный ну правда в часто его разбирают поэтому присмотритесь кто-то мне написал что с витамином d нужно быть осторожны и что это тоже как бы всех заставляют пить витамин d чтобы продавать больше но у каждого свой выбор я показываю вы просите я показываю анализы норму покажу во франции сегодня мне нужно запечь тыкву которая принесла виктория я наверное ее запеку в пароварке а потом уже можно будет делать и пюре можно будет делать и запеканочку давно я не делала запеканку из тыкву все рецепты есть на канале худеем по-французски сильно франц и также вы меня спрашивали лена а суп из тыквы суп из тыквы уже можно приготовить потому что прохладно суп из тыквы мы очень любим я добавляю под копченую паприку теперь это получается просто супер и мои мужчины любят когда потом добавляешь обжаренный лук и бекон суп есть на канале в плейлисте пп супы что сегодня еще делаю так как тоже у меня здесь осток маленьких помидорок оказался они уже очень спелы конечно будем добавлять салатик но еще я решила вот смотрите запечь помидорки таким способом с оливковым маслом с чесночком и с паприкой паприку спрашивали где покупают покупаю в биомагазине у нас марсе и фису если у кого то есть такой магазин но в принципе я уже во многих магазинах видела паприку под копченую такая большая баночка ее хватает на очень очень долго но мы любим такой вкус кстати это кто-то не написал не натуральная полностью натуральная паприка приготовленная натуральным способом вот смотрите супа при кафе мы оба душа то есть она прям на огне было приготовленных фильмы под копчены под копченая а вот поэтому посмотрите и сейчас будем запекать почему в такой форме потому что просто помидорки запекать очень долго как запекает лильян нужно включать духовку на несколько часов попробую запечь вот в этой форме потому что мне запекается все очень быстро потом вам расскажу как получилось а на десерт я решила сегодня сделать яблочное мандариновое пюре с корицей которые не любят французы еще можно добавить сок лимона и чуть-чуть мускатного ореха в принципе я очень люблю также добавлять как называется специя виде звездочки бадьян кажется я не ошибаюсь но у меня его не оказалось дома потом вы можете добавить все что угодно если это новогодняя например пюре и вы будете подавать какому-нибудь десерту то можно добавить например чуть-чуть рома или еще ликера какого-то получается очень очень вкусно так что мне сегодня утро вот такое вкусное и пахнет на весь дом мандаринами и тыквочка в пароварке тоже со специями немного оливкового масла травы прованса можно паприку можно куркуму сейчас приготовиться и возможно сделать можно и пюре и все что угодно мы когда были в сифарае покупали крем для глаз то мне дали вот такой пробник чик от шалимар у меня шалимар обожает моя свекровь я его вообще если честно сказать не выносила раньше но я прям вот его терпеть не могла я помню кто-то подарил сестре старше еще в сибири шалимар и мы им не смогли пользоваться а вот даниэль обожает и вот она мне дала пробник от шалимар сказала что это новый парфюм вот как называется и знаете я вот сейчас нанесла поначалу такое он сильный сильный а потом даже и ничего не знаю почему ну вот так у меня меняется с годами вкус и не знаю поношу немного и посмотрю если вообще не понравится то отнесу даниэль и пусть попробует может быть ей понравится но сначала нужно поносить потому что у него тут совсем другие нотки и я посмотрела на сайте герлен до такой интересный достаточно интересный парфюм кто пробовал кто носил на себе напишите в комментариях но он такой прям зимний вечерний можно так сказать я думаю на новый год может быть не всем и ну кому-то подойдет я взяла свои анализы из лабораторий сразу же скажу что нормы в лабораториях чуть чуть отличаются ну вот это всегда так в одной лаборатории чуть чуть меньше в другой лаборатории чуть чуть больше у нас лаборатория в нашей деревне и поэтому я сейчас покажу норму вы меня так просили показать все я показывать не буду вы меня просили показать холестерин 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 так сколько он должен быть он должен быть меньше чем 6 и 2 вот это будет ванна нормально то есть меньше чем 6 2 это ванна нормально так но здесь холестерин он же подразделяется на хороший и плохой вот hdl должен быть больше чем 1 и 55 затем что вы еще мне просили пока кальций давайте вам покажу вот кальций норма какая смотрите 2 10 до 2 55 2 10 до 255 это миллимоль а это миллиграмм наверно да я в анализах еще тот врач если что-то не так говорю то медики меня исправьте и покажу железо и витамин d ферритин норма вот она норма от пяти до двести четыре представляете ну вот 5 это же так мало даже вообще не про что какая у вас норма на ферритин напишите в комментариях и витамин d норма 75 от 75 до 100 это на мамоль наверное каких-то не знаю и вот в миллиграммах от 30 до 40 поэтому вот такие нормы во франции лабораториях и сейчас будет небольшая часть для девочек давайте я вам отвечу на все вопросы про гинеколога которые вы задали отвечу сразу и девочкам которые переехали во францию и не знают как попросить на анализы у кого попросить анализы я буду рассказывать про своего гинеколога сразу скажу что цены на гинеколога могут быть разные зависит но от самого врача поэтому когда вы берете рандеву то можете сразу же узнать цену например гинеколог которому которого посещала я стоил 70 евро рандеву у гинеколога нужно брать заранее у нас есть сайт который называется доктор лип на котором вы можете выбрать гинеколога поближе к месту где вы живете и записаться прямо на этом сайте посмотреть какое время есть свободное и вы на это время вы просто напросто фиксируете рандеву все это автоматически вы видите адрес вы видите во сколько когда но чаще всего это будет не очень быстро единственное что если вам повезет что если кто-то отказался и освободилось место тогда вы можете попасть гинекологу достаточно быстро я попала гинекологу через неделю иногда бывает нужно ждать почти месяц вчера сетра александра захотела тоже пойти к этому же гинекологу она посмотрела только на январь кажется есть места но вот нужно следить каждый день если кто-то откажется потому что вы сначала платить не надо на этом сайте ничего просто вы фиксируете рандеву и потом если у вас что-то не получается вы можете просто напросто это рандеву отменить почему я пришла к гинекологу со своими анализами крови с результатами на это называется мазок вы мне написали но потому что я не делала как бы я не делала это все заранее я по привычке моего старого гинеколога который ушел на пенсию он всегда просил чтобы я приходила с анализами крови и также чтобы приносила старую то есть он мне не даже не старую а он не горит вот я тебе назначаю рандеву через год это раньше так было сразу же вот тебе направление пройди мамограмму и сдай на мазок мазок я сразу получу увижу если все нормально то все нормально если что-то не так я тебе перезвоню и вот с этими всеми анализами я к нему приходила поэтому я сказала видео что и к новому гинекологу я пришла со всеми анализами но у каждого свой способ работы она сказала ну в принципе анализы крови посмотрела это хорошо но я не требую анализы крови и вот она увидела витамин d говорит это замечательно даже у меня там больше чуть чуть нормы она говорит но это хорошо не страшно потом посмотрела все говорит ну все нормально я говорю на гормоны не будете выписывать на гормоны еще рано потому что на гормоны мы выписываем когда признаки предменопаузы такие вот прям явные явные что-то там проверяем видите очень разное по моему так это чтобы женщины можно же проверить раньше на гормоны лет в 35 и увидеть что там уже какие-то есть изменения и может быть предпринять какие-то ну первые шаги может быть там не знаю что то добавить может быть какие-то натуральные средства или еще что-то вот во франции они говорят что не надо на гормоны сдавать раньше времени хотя я один раз давала я один раз давала мой старый гинеколог не выписывал но тогда было вообще все нормально и поэтому никаких там сильно изменений не было было сильно рано но я его уговорила уговорила это сказала что нет это еще рано и самое что главное меня немного взволновало но это я знала мне уже родственники говорили что так как врачей во франции очень очень сильно не хватает она сама схватилась за голову когда мы пришли я говорю я новая пациентка у вас но меня порекомендовал мой бывший гинеколог она говорит это кто я ей называю имя она где-то такого и не знаю я говорю как не знаете он оставил ваши координаты и вот все кто его то есть клиенты могут к вам обращаться она говорит вы знаете сейчас с гинекологами да и другими врачами так сложно во франции что в принципе мы новых пассиан это называется новых клиентов не берем но слава богу вот есть места они берут я бы что вообще что так плохо она когда по-настоящему с врачами очень-очень тяжело и она мы даже не представляем что мы будем делать почему не берут потому что не хватает на всех времени они же не могут там просто про на просто разорваться и она мы сами хватаемся за голову ну и конечно же происходит сейчас во франции по-честному сказать экономия экономия и страховка даже если страховку платит государство и частная страховка есть но вот если раньше говорили что можно приходить гинекологу один раз в год обязательно приходить потом уже говорили что ну ладно если все нормально приходите раз два года и теперь она уже вчера алекс даже это услышал я говорю я мне показалось раз два года она мне сказала нет она сказала а в два или в три года представляете вот мне это очень не понравилось потому что если что-то то за три года может любое женщины случиться не проверишь и не дай бог что нибудь и можно упустить просто-напросто поэтому но то нам не сказала что теперь вот так вот а мазок обычный сдают раз в два года а вот на онкологию проверять там мазок специальный сдают теперь раз пять лет все это сдвинулась вообще на неизвестно какое время и это конечно очень-очень огорчает потому что все таки но не знаю все таки женское здоровье это очень важно и что-то пропустить но будет для многих женщин конечно это печально но единственное что она сказала если вдруг что-то если какие-то симптомы если там начнется предменопауза то звоните назначим рандеву рандеву а так ничего нормально такая хорошая нам понравилось но в принципе видно что профессионал сделала она великолепный осмотр пальпа пропальпировала все даже даже лучше чем был гинеколог некоторые гинекологи не буду говорить на всех а вот что еще сказал про гормоны я спросила как вы относитесь гормоном потому что во франции разные гинекологи по-разному относятся гормон кто-то прямо за гормоны вот например мою старшую сестру гинеколог сразу сказал когда началась менопауза и перед менопаузой что нужно пить гормоны оля отказалась пить гормоны и ну пила там какие-то травки муравки я вам показывала даже видео что есть видео соли с моей старшей сестрой что она принимала а потом она снова пришла гинеколога там было кое-что и она не сказала я вам говорила что нужно пить гормоны потому что так вы больше сохраните женское здоровье и сохраните молодость как она сказала но видите у все я не за не против потому что это должны решать все индивидуально сама женщина и специалисты вот этот новый гинеколог она сказала есть женщины которые просто-напросто get без гормонов не выдерживают у них такие симптомы что они просто ну не сказать лезут на стену а как сказать то что они ну они им просто жизнь не в радость без этих гормонов поэтому она говорит мы в каждом случае подбираем индивидуально я смотрю нужны вам эти гормоны не нужны вам эти гормоны скорее всего сдают анализы я надеюсь вот пока я вам рассказать ничего не могу потому что сама ничего не сдавала так что так про гормоны рассказала про мазок рассказала про все рассказала как во франции да девочки спросили к где можно сделать мазок это вы идете к своему гинекологу вот когда вы запишитесь на рандеву у гинеколога она вас спросит когда делали последний мазок вот вы ей скажете и она вам или сделает чаще всего делают сразу в кабинете в кабинете и потом или вы сами относите в лабораторию или может быть она относит тоже все это значит гинеколог вот этот стоило 70 евро сколько мне будет возмещено я не знаю и анализ на мазок в прошлом так сколько там полтора года назад стоил где-то двадцать шесть евро кажется вот от этого все зависит и ну я сказала цены на гинекологов во франции разные я потому что позвонила сестра старшая о а мой 35 стоил в прошлом году я говорю вот а мой в этом году 70 уже стоит поэтому все я рассказала пишите в комментариях как вы относитесь гормональной терапии нужна не нужна кто уже пропивал ту гормональную терапию гормоны будет очень очень интересно обсудить это все в комментариях будет такое женское небольшое сообщество будет и мне интересно потому что я придвигаюсь к этому этапу и может быть кто-то из моих подписчиков кто смотрит канал им тоже будет интересно все я вас оставляю на сегодня все если есть вопросы пишите мне нужно сходить по делам потом приготовить ужин ответить на все ваши комментарии если кому-то не отвечаю не обижайтесь постепенно всем по возможности отвечу подписывайтесь на канал чтобы не пропустить много нового и интересного о жизни во франции и да а еще был вопрос пила ли свекровь гормоны мне кажется что она не пила я уже еще раз узнаю дальней потому что я не помню пила или нет и вот у марли за у сестры александра ей 50 лет тоже есть сказали что все начало начало и не знаю нас вот она пойдет назначить ей гормоны или нет если вам интересно то потом поделюсь комментарии все у нее узнаю и вам расскажу я думаю будет интересно просто-напросто сравнить всем пока пока а а а а а а а а а и а а а